Вернулись в родные пенаты. Детская школа искусств номер 4 снова переехала в дом офицеров. Помимо отремонтированного здания, у школы появились и новые музыкальные инструменты, которые были так необходимы начинающим исполнителям. В гости к учащимся школы приехала глава округа. Мастерство игры на музыкальных инструментах гостям продемонстрировали ученики школы. Артем Малкин занимается в школе искусств уже второй год. Играет, по его словам, на всех инструментах, но особенно понравился долгожданный вибрафон. Ну да, мне очень нравится вибрафон, он крутой. И даже мой папа придумал для него специальную пьесу. В Люберецкой школе искусств около 500 учеников и 33 преподавателя. Переехать в родное и вдобавок к тому обновленное здание для них стало большой радостью. Администрация Люберец и Андрей Юрьевич Воробьев сделали нам огромный подарок. За два года, даже менее чем за два года, был закончен капитальный ремонт. И мы получили прекрасное помещение, светлые, большие классы, большой зал концертный. Но на достигнутом останавливаться не будут. Сотрудники учреждения ставят перед собой ряд задач. Открыть, например, еще несколько отделений. И докупить музыкальные инструменты. Но то, что они имеют на сегодняшний день, уже большой шаг в развитии школы. До ремонта эта школа занимала в гарнизоне, так сложилось, 700 квадратных метров. Сегодня порядка полутора тысяч. Это, во-первых, метров, а во-вторых, это совершенно другие условия. О чем сегодня и Светлана Михайловна говорила, руководитель музыкальной школы. Я думаю, родители это замечают. Поэтому здесь осталось навести такой лоск, создать некую домашнюю, уютную обстановку. Я думаю, что педагоги с этим справятся. Также глава округа отметил, что в целом Дом офицеров должен стать очагом культуры, где разместятся как молодежные, так и ветеранские организации. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.